День машиностроителя, чемпионат с Бобруйской пропиской и инаугурация президента Александр Лукашенко официально вступил в должность. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели от тех, кто увидел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Богатый урожай, белорусские вундеркинды и квартира со скидкой. В стране планируют увеличить строительство льготного жилья. Когда? От деталей тракторов до сельхозмашин и фирменных магазинов. Еще одно событие хорошее. Профессиональный праздник отмечают работники одной из самых важных для Беларуси отраслей. Поздравляю вас с вашим замечательным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Как Бобруйск поздравил машиностроителей. Недетские игрушки. Город принял два чемпионата по автомодельному спорту. Уровень соревнований недостаточно. В чем его уникальность? В ногу со временем железнодорожный вокзал Бобруйск стал еще комфортнее. Если у вас нет времени стоять над гаджетом, можно его подпитать в камере хранили. Что еще анонсируют специалисты? Планируется замена информационных табло. Премия с корректировкой, разочарование в маске и гости в Брюсселе. Что происходит вокруг миграционной политики ЕС? Александр Лукашенко вступил в должность претендента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в среду. На мероприятии присутствовало почти 700 человек. Высшие должностные лица – депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Руководители государственных органов и организаций местных исполкомов. Республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта. День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы. Убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны. Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Да, текущий год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов. Вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже может быть единственные, где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну. В соответствии с Конституцией, только после принесения присяги президент официально вступает в должность. Александр Лукашенко произнес текст на родном языке и подписал акт о принесении присяги. В Беларуси отмечают День машиностроителя. Отрасль одна из крупнейших в промышленности. Бабруйска Громаш, ТДА Селемаш, Таим. Продукцию, сделанную в Бабруйске, знают и покупают в 50 странах мира. Максим Кембель о том, что предшествовало празднику и с какими показателями его встречают. Машиностроение – одна из самых прибыльных отраслей и приоритет для иностранных инвестиций. Подтверждение тому – приезд делегации Приморского края России на Бабруйск-Агромаш. Российские партнеры знакомятся с продукцией Бабруйск-Агромаша. А здесь есть что посмотреть. Распределитель минеральных удобрений, пресс-подборщики, селки, встроенные в ряду уже зарекомендовавшие себе образцы и новинки, которые впервые увидели свет. Барна-зубовая машина универсальна. Более полутора тысяч зубов помогают аграриям обрабатывать почву различного типа. Для Беларуси аппарат уникальный, аналогов ему нет. Если говорить про российский рынок, то Агромаш поставляет туда почти 50% своей продукции. В частности, аграрии дальневосточного региона с Бабруйской техникой знакомы. Партнеры признаются – тесные кооперационные связи были утеряны. Как раз одна из задач – их восстановить и даже приумножить. Мы во всем спектре техники нуждаемся. И кормозаготовка, которая была и есть, и сегодня мы посмотрели и почву обрабатывающую, и также технику для внесения минеральных органических удобрений. Но самый, наверное, востребованной будет линейкой – это кормозаготовка. Тем более завод уже 40 лет работает именно на этой технике, наработал опыт и наработал качество. Прямо на ногах стороны договорились подобрать компанию в Приморском крае, которая и заключит по Бабруйск-Агромашам дилерский договор. Благодаря ему техника напрямую и будет поставляться в дальневосточный регион. Мы присутствуем на данном регионе, но не тем количеством машин, которые могли бы. Поэтому, конечно, для нас очень интересно приезд делегации на наш холдинг. И я уверена, что мы найдем концептуальное решение и поставим туда нашу хозяйственную технику. Кто хорошо работает, тот также и отдыхает. В преддверии праздника главную концертную площадку города окрасили в зеленые цвета. Лавруйск-Агромаш устроил по-настоящему яркое шоу. Главные гости – работники машиностроительной сферы. Накануне их профессионального праздника звучат поздравления. Программу открывает заслуженная артистка Белоруссии Алена Ланская. Среди присутствующих и первые лица города Александр Студнев лично благодарит коллектив Агромаш за стабильность и порядок в непростое время. Для нашего города это градообразующее предприятие. И уверен, что на этом предприятии работают достойные люди. Они знают и уверены в завтрашнем дне. Я благодарен именно вам, работники предприятия, за вашу гражданскую позицию. Лучшим работникам грамоты и подарки. Настоящий сюрприз для гостей – появление на сцене земляка Руслана Лехно. При первых нотах главного хита Руслана Лехно все явно идет не по сценарию. Со сцены звучит трек номер один, необыкновенный. Спонтанный дуэт зрителей встречает бурными эмоциями. Некоторые вовсе отмечают необыкновенно. Это как раз про руководителя холдинга. Я с большим удовольствием поздравляю Бобруйск с прекрасным праздником. С днем машиностроителя. Мужчина строит города, дороги, поезда, самолеты, корабли. Но без женщин ничего бы этого не получилось. Мира, добра, радости, новых побед, свершений, мечт, исполнений. И пусть в нашей жизни этот праздник будет таким, как Новый год. С праздником, с днем машиностроителя. Праздничный концерт становится не единственным подарком для горожан в этот день. Еще один поджидает гостей уже на самом предприятии. На часах 15.00 на календаре 24 сентября. Через несколько минут откроется фирменный магазин «Агромаш». Вот этот золотой ключик и распахнет двери объекта для всех желающих. И вот наступает долгожданный момент. Традиционную красную ленту сменила фирменная. Еще одно событие хорошее. Теперь магазин открыт для всех желающих. Приобрести здесь можно буквально все. От аксессуаров до велосипедов. Майки, кофты, спортивные сумки тоже можно приобрести в фирменном магазине. Теперь «Агромашевца» будет видно хорошо и далеко. Бобруйск весомый игрок на машиностроительном поле страны. Агромаш, завод тракторных деталей, агрегатов, сельмаш. Что до виновников торжества, по всем показателям здесь плюс. И по зарплате, и по экспорту. Побруйска «Агромаш» встречает данный праздник уверенно, с чистым сердцем, но с большими планами на будущее. Конечно, мы будем работать более все-таки плотно и активно еще с Российской Федерацией, увеличивая отгрузки туда. И уже даже в следующий месяц у нас прирост объема отгрузки в Российскую Федерацию на 20% к этому периоду, который уже есть. Поэтому мы будем прирастать в экспорте, ну и, конечно, не забывать про свою любимую Беларусь. В преддверии праздника всегда желают удачи. Потому что ситуация в мире такова, что, как это говорят, выигрывает тот, кому удача ближе. Но на нее нужно работать. Вот тот, кто работает, к тому приходит и удача. Ну, а я думаю, что у нас, как это, в той главной столице нашей родины, говорят, что есть тут другая маленькая столица Бобруйска. Так вот, мне хотелось бы, чтобы, наверное, той хитрости, которая здесь есть у бобруйчан, ну, чуть-чуть капельку было и минчанам, и всем остальным жителям нашей любимой Беларуси. Хороший хозяин никого без подарков с праздника не отпускает. Руслан Олехно прямиком со сцены приехал в фирменный магазин. От него запись книги почетных гостей, от Агромаша сувениры. В машиностроительной сфере трудятся десятки тысяч бобруйчан. Ежедневно они производят продукцию высокого качества. Благодаря их работе товары с надписью «Сделаны в Беларуси» знают в России, Европе и Азии. Мы гордимся именно, что такие флагманы, таких крупных предприятий, как Агромаш, ТАИМ, ТДА, именно находятся в нашем городе. Уважаемые жители города, уважаемые работники наших крупных предприятий машиностроительной отрасли, поздравляю вас с вашим замечательным праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Максим Кемель, Андрей Богдан, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Льготное жилье, новый маршрут и форум регионов. В каком формате пройдет братская встреча? Спросим у моей коллеги Анастасии Шевцовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. В понедельник стартует седьмой форум регионов Белоруссии и России в планах подписания более 70 контрактов. В Минске и столичном регионе, которые на этот раз примут события, ждут представителей многих российских областей. Первый день пройдет в онлайн-режиме с учетом эпид-ситуации. После переговоры перейдут в оффлайн-формат. На них приглашены и президенты Белоруссии и России. Общая сумма соглашений по прогнозам превысит отметку в 700 миллионов долларов. Аграрии приступили к массовой заготовке сахарной свеклы. Один из лидеров по урожайности сладкого корнеплода – Гродненская область. Здесь выкапывают около 500 центнеров с гектара. Из-за засушливого лета уборка в этом году началась на две недели позже обычного. Однако все работы сельхозорганизации планируют завершить строго в установленные сроки. Параллельно идет отгрузка свеклы на перерабатывающие предприятия. В Белоруссии планируют в полтора раза увеличить строительство льготного жилья до 2025-го. К концу уже этого года профильное ведомство намерено ввести в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров, четверть из которых с господдержкой. При этом в Минске будут строить меньше. Постепенно застройку планируют перенести в города-спутники. Наиболее активно намерены развивать Смолевичи. БелЖД назначила новый поезд Гомель-Витебск. Состав будет отправляться из Южного областного центра по воскресеньям в 17.16 и прибывать в Северную столицу в 23.26. В обратном направлении в час ночи понедельника прибытие в Гомель в 7.36 утра. В пути он сделает остановки на станциях Будда-Кошелевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша. Стоимость проезда в плацкартном вагоне 10 рублей 96 копеек. В купе чуть более 15. Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по информатике. Это одно из наиболее престижных интеллектуальных соревнований по программированию. В этом году в состязаниях приняли участие 350 ребят из 87 стран. В команде Беларуси было 4 человека. Они взяли одно серебро и две бронзы. Очередной обвал акций Тесла, 75-я Генассаблея ООН и Нобелевская премия онлайн. Как победители получат награды? Мой коллега Максим Кембель держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в онлайн формате. На этот счет до последнего оставались сомнения. За сто лет только война помешала номинантам встретиться в Стокгольме и Осло. Теперь это удалось и коронавирусу. За событиями 10 декабря придется следить через интернет. Как победители будут получать свои награды? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Анастасия Шевцова и Максим Кембель с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. В мире с начала пандемии зафиксировано более 32 миллионов случаев заражения COVID-19. Только за сутки 250 тысяч новых инфицированных. В Канаде уже началась вторая волна. По прогнозам экспертов, она может быть еще хуже первой. А вот что еще произошло в мире на неделе. Власти Британии пошли на беспрецедентные меры. Глава Кабмина объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. В том числе и увеличение размера штрафов за их несоблюдение. В сентябре десятки случаев заражений. За последние две недели число госпитализаций умножилось вдвое. Теперь на стадионах не будет зрителей. На свадьбу можно пригласить не больше 13 гостей. Работать рекомендовано дистанционно. А попасть в бар получится до 10 вечера. В глубине души я не хочу навязывать эти требования или ущемлять чью-либо свободу, сказал британский премьер. Но если сейчас мы не примем эти меры, то мы рискуем впоследствии быть вынужденными ввести еще более жесткие ограничения. В Швеции, напротив, роста числа заразившихся не наблюдается. Это может быть доказательством успешности шведской стратегии. Власти не вводили строгие карантинные меры. В расчете на выработку у населения коллективного иммунитета естественным путем. Люди не носят масок, магазины, рестораны и школы здесь никогда не закрывались. Такое поведение снискало как критиков, так и сторонников. Однако окончательный итог можно будет подвести только после прекращения пандемии. В противном случае у нас были бы экономические проблемы. Люди бы сидели без дела, им нечем было бы платить за квартиру, оплачивая счета. От этого бы они впали в уныние, а в этом нет ничего хорошего. Большинство стран уже приходит к выводу, что полный карантин проблему не решает. В южных кварталах столицы Испании начал действовать карантин. Он затрагивает свыше 850 тысяч человек. Они могут покинуть жилище только если им потребуется поехать на работу, выйти за покупками, посетить доктора или отвезти и привезти детей из школы. Оказавшиеся в карантине, а это, как правило, те, кто мало получает и занимается неквалифицированным трудом, возмущены. Это не что иное, как сегрегация. Мы должны сплотиться, протестовать, и только тогда мы сможем хоть чего-то добиться. То есть нас запирают в домах, и в то же самое время мы можем толкаться в переполненной подземке, когда едем на работу. Где логика? Со временем Сальвадор открывает границы и возобновляет авиасообщение. Все прибывающие в эту страну должны предъявить отрицательный ПЦР-тест не более чем трехдневной давности. Сальвадор стал первой страной Центральной Америки, которая отменила коммерческие рейсы еще в марте. В соседней Гватемале коронавирусом заразился президент. В выступлении по телевидению он заявил, что сдавал тест шесть раз, и последний из них дал положительный результат. В настоящее время мои симптомы довольно слабы. У меня болит все тело, но вчера сильнее, чем сегодня. Эта боль в теле, особенно в спине, напоминает сильный грипп. Российская сторона возобновила рейсы из Москвы в Минск. Полеты будут выполняться раз в неделю по субботам. Белави же начнет курсировать в Москву с 30 сентября. Рейсы будут осуществляться по средам в аэропорт Домодетова. Мария Бересневич. Итоги недели. Комфортное путешествие. ЖД вокзал Бобруйск продолжает совершенствоваться. Теперь здесь можно бесплатно подзарядить телефон. Что еще доступно пассажирам? Подробности далее. Железнодорожный вокзал Бобруйск продолжает совершенствоваться. Теперь в зале ожидания можно бесплатно зарядить телефон. Стойки с фирменным оформлением оснащены как розетками, так и USB-разъемами. Для удобства пассажиров под столешницей крючки для сумок и рюкзаков. Если у вас нет времени стоять над гаджетом, можно его подпитать камерой хранения. Подключаем телефон к проводу, закрываем ячейку и спокойно идем по своим делам. Стоимость услуги на сутки 1 рубль 20 копеек. В конце прошлого года вокзал оснастили справочным терминалом. Теперь не нужно стучаться в окошко к дежурному. Достаточно просто провести по монитору, тогда информация о поездах появится на экране. В планах реконструкции вокзала в 2021 году планируется замена информационных табло. Они будут предполагать собой онлайн-табло. То есть пассажир, не выходя из дома на сайте Белорусской железной дороги, может посмотреть информацию, на какой путь будет приниматься поезд, на котором он хочет отправиться в свою поездку. К услугам нелюбителей стоять в очереди терминал самообслуживания. Его популярность растет с каждым месяцем. Только за август аппарат выдал более 7 тысяч квитков. В пользовании техника проста, а это большой плюс. Билеты можно оформить на русском языке, белорусском и английском. Для того, чтобы оформить билет, нужно выбрать окошко, выбрать станцию. Здесь нужно ввести название станции, куда мы хотим отправиться. Допустим, это будет Минск. Минск пассажирский. Если мы хотим ехать обратно, выбираем окошко «Обратно» и выбираем число «Когда». То есть сегодня 22-е, ну либо в какой-то другой день. На экран автоматически выводится полный билет. Если нужен льготный, необходимо нажать «Изменить тип проездного документа» и выбрать графу гражданей, достигшей установленного пенсионного возраста. Проезд со скидкой для этой категории, напомним, продлен до 31 октября. Оплата картой, купюрами и монетами. Максим Кембель, Андрей Богдан, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Гонки в миниатюре. На неделе Баврус стал центром автомодельного спорта Беларуси. Город принял сразу два соревнования. Мастерство пилотирования показали как начинающие, так и титулованные чемпионы. О необычном спорте Анастасия Шевцова. Рев двигателей внутреннего сгорания сменяется жужжанием электромоторов. На трассе кипят нешуточные страсти. Багги и траги выписывают пируэты в воздухе и на земле. На площадке лесотехнического колледжа стартует 18-е спартакиада учащихся по техническим видам спорта. Здесь очень подходящая трасса для именно бездорожья. Установлены специальные трамплины, установлены специальные гофры, где дети показывают свое мастерство. Показать себя и свой автомобиль приехали молодые ребята со всей Беларуси. За их плечами многолетний опыт конструирования и десятки соревнований. Многие кандидаты в мастера спорта. Как, например, Никита Будешевский. Парень из Мозыря с автомоделизмом познакомился еще в школе. Начал с простых машинок. Сейчас его авто стоит несколько сотен долларов. С детства люблю машины. Полюбил этот вид спорта и все. Не хочу уходить и все равно. Мне нравится. Я получаю от этого кайф и адреналин. Получается, когда ты стоишь 30 минут на вышке и все время ездишь, это такой адреналин получаешь. Это просто жесть. Там эмоции тебя переполняют. Даже описать словами невозможно. Грунт сменяется асфальтом, абаги и траги, мини-копиями грузовиков и болидов Формулы-1. Последние, к слову, разгоняются до 100 км в час всего за 2 секунды. Лучший результат на юношеской спартакиаде показывают автомоделисты столицы. Второе место берут ребята из Мозыря. Бронза – Услуцка. Экзамен на прочность на неделю сдавали и именитые спортсмены. На трассе в Центральном парке развернулся второй этап чемпионата республики. Примечательно, в стране специализированных площадок всего две – в Бобруйске и Калинковичах. Собрались все сильнейшие наши ведущие мастера, то есть это члены сборной команды Беларуси, мастера спорта, международного класса есть мастера, то есть уровень соревнований недостаточно. Максим Масальский необычным ремеслом занимается уже 15 лет. Все началось с подарка на день рождения. Тогда в руках еще совсем мальчишки оказалась первая в жизни радиоуправляемая машина. Сейчас Максим – мастер спорта международного класса. Начинал в Минске где-то с лет 10, ну и вот дорос до вершин, что езжу в Китае вместе с гонщиками международного класса, с именитыми японскими гонщиками. Мне нравится в этом спорте тот драйв, который приносит управление радиоуправляемой машиной, те возможности, которые можно настроить, модель по своему желанию. Вымещаешь всю свою энергию, получаешь заряд от того, что управляешь такой быстрой машинкой, учишься настройкам. На этих соревнованиях Максим в роли механика. Кстати, несмотря на масштаб машинок, техобслуживание довольно серьезное. Здесь все как на настоящих гонках, есть даже пит-стоп. Машины дозаправляют и меняют резину. Исход заезда нередко зависит от слаженной работы команды. После чемпионатов модельки выглядят, как солдаты после битвы. О непростой борьбе свидетельствуют трещины, скулы и царапины на кузовах. Авто в ускоренном режиме уходит на ремонт. Ведь следующий этап чемпионата не за горами. Эстафеты примут Калинковичи. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Стоп-мигрантам экономический кризис и заявление Трампа, что анонсировал американский лидер. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Кембелю. Лауреатов премии планируют объявить с 5 по 12 октября. Церемонию будут транслировать по телевидению из мэрии Стокгольма с включениями из разных стран. Награды победителям передадут через представители посольств или университетов. Напомню, Нобелевская неделя в 2020 начнется 5 октября с объявления лауреата в области медицины. После будут названы лауреаты премии по физике, химии, литературе, мира и экономике. Брюссель посетили руководители Венгрии, Польши и Чехии. Трех стран – Вишеградской четверки, недовольные наплывом беженцев. Они критикуют объявленные на днях обновления миграционной политики ЕС. После сожжения лагеря Мория на острове Лесбосе, Брюссель предложил проводить в Греции предварительную проверку лиц, которые ищут убежище перед тем, как пропускать их дальше в Евросоюз. А три лидера хотят, чтобы центры обработки документов были созданы за пределами ЕС. Мировой экономический кризис и реформа ООН – ключевые темы 75-й Генассамблеи Объединенных Наций, которая проходила на неделе в Нью-Йорке. По прогнозам экспертов, спад мировой экономики может превысить 4%. Всему виной коронавирусный эффект. Из-за пандемии инвесторы вложат в экономику гораздо меньше, переводы сократятся более чем на 100 миллиардов долларов. Причина в спаде деловой и потребительской активности из-за эпидемиологической ситуации. В развитых странах больше всего пострадают производители, а вот в развивающихся, по прогнозам ООН, под прямым ударом люди могут недоедать около 300 миллионов человек. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не станет гарантировать мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену, если он проиграет на выборах 3 ноября. Также он недоволен голосованием по почте. Он считает, что представитель демократов сможет победить только в случае фальсификации голосов. Представители Байдена прокомментировали слова Трампа. Они отметили, результаты выборов определит американский народ. Рыночная стоимость Тесла рухнула на 50 миллиардов долларов. Инвесторы разочаровались в обещаниях Илона Маска. Он собирается радикально сократить расходы на электромобили и пообещал, что через 3 года можно будет купить электрокар с автопилотом за 25 тысяч долларов. Но уже спустя 2 часа после заявления рыночная капитализация Тесла упала на 20 миллиардов долларов. Ожидалось после Маска въявят о разработке батареи с запасом хода на миллион миль, рассчитанной на срок службы 10 и более лет. Но такового не прозвучало. Кстати, в Беларуси уже в следующем году выпустят первую партию электромобилей. Согласно поставленной задаче, современное авто должно стоить до 25 тысяч долларов. Возможно, будут и скидки. Ну что ж, с нетерпением будем ждать 2021-го. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Побруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»